Множество легенд рождалось по пути Риджуэйской дороги. После холма серия пешеходных дорожек соединяет первоначальную древнюю тропу, идущую по гребню на меловом откосе. Движения товаров в торговле предполагают маршруты, по которым проходят люди и животные. В доисторические времена меловые возвышенности относительно открытые, с кустарниками, пастбищами и примитивным земледелием предполагали более легкий и безопасный переход. Чем тяжелее глинистые и густые леса в речных долинах, особенно зимой. На одной из таких возвышенностей в период позднего бронзового века и раннего железного века был построен форт. Холм Лиддентон Кассел занимает 3 гектара. Он был самым ранним фортом в Британии, где первое поселение было еще в 7 веке до н.э. Городище, которое является одним из нескольких расположенных на Риджуэйской дороге, имеет плоская плата на северном уступе меловых отложений, откуда открываются обширные виды на север и запад через долину Темзы, а также на юг через долину Темзы. Городище имеет овальную форму и состоит из вала, рва, которые повторяют естественные контуры холма. Холм строился из древесины и земляного вала с противоположными входами на восточную и западную сторону. Западный вход был перекрыт, а восточный вход выровнен камнями Сарсена. Деревянные столбы выравнивали верхнюю часть вала. На более позднем этапе вал и канава были перестроены. Вал измелы стал выше, а ров – глубже. Раскопки обнаружили большую яму полтора метра в диаметре и глубиной 2,4 метра. При раскопках кремния между 1896 и 1900 годами в северо-восточной части городища были обнаружены многочисленные находки раннего Железного века, включая бронзовое шило, серьгу и фрагменты глиняной посуды. Реконструкция дома Гластенбурри-Лайк-Виллич, расположенной на острове Кенок, показывает быт Железного века. Деревня была описана как самая хорошо сохранившаяся доисторическая деревня, когда-либо найденная в Соединенном Королевстве. Дом был построен на болоте в 250 году до н.э. из древесины и глины. Тысячи тонн глины были доставлены на возвышенность, находящейся на расстоянии около 1 км. Деревня была обнаружена Артуром Булейдом в 1892 году и раскопана в течение следующих 15 лет. Среди обнаруженных артефактов были деревянные и металлические предметы. Для реконструкции плетенная стена дома сделана из ивы, покрытая глиной, а солома – из водного тростника. Стены этого дома намного тоньше, чем у других круглых домов. Было важно, чтобы дома были легкими из-за болотистой земли деревни Гластенбурри-Лайк. В некоторых раскопанных домах на полу были обнаружены до 10 слоев глины и хвороста. Их добавляли по мере того, как каждый предыдущий слой опускался в болотистую землю. Находки из керамики показывают, что холм Лиддентон-Кассел был оставлен в V веке до н.э. и, возможно, был заселен в римский период. Небольшие раскопки в 1976 году показали, что крепостной вал был построен как минимум в четыре этапа, последней из которых была реконструкцией в саксонский период. Лиддентон-Кассел является прототипом знаменитой горы, где произошло сражение между Бритами и Саксами в 480 году. Битва при Баденском холме упоминается в целом ряде средневековых исторических источников, в том числе о гибели Британии Гильда Премудрого и церковной истории народа англов Беда Достопочтенного, истории бритов Нэне и аналог Камбрии. В большинстве средневековых источников не упоминается о том, кто возглавлял Бритов в битве при Бадене. Наиболее ранним автором, упоминавшим в этом качестве короля Артура, был писавший в начале IX века валийский историк Нэней. Об участии Артура в битве сообщается и в созданных в X веке аналах Камбрии. Однако нет никаких свидетельств, указывающих на заселение холма в более поздний англосаксонский период. Субтитры создавал DimaTorzok